Ароматные поджаристые кусочки нежной курицы в насыщенном, ярком и вместе с тем нежном сливочном соусе. Интересно? Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Чтобы молодая птица была вкуснее, готовить ее нужно таким образом, чтобы сохранить ее естественную свежесть и нежность. Так как в подавляющем большинстве случаев мы сейчас покупаем молоденьких бройлеров, найти настоящую суповую курицу в магазине крайне сложно. Я надеюсь, что сегодняшний способ вам будет крайне интересен. Речь пойдет о сатэ. Пройдем на рабочее место, в процессе все и расскажу, и покажу. Что же такое сатэ? По-французски сатэ означает скакать, прыгать. На самом деле подпрыгивать, конечно, должны кусочки курицы. Имеется в виду первоначальная обжарка курицы на очень сильном огне. Видели, как по раскаленной сковородке скачет капля воды? Ну что, приступим. Как всегда, все начинается с обустройства рабочего места. Я подкладываю слегка увлажненное полотенце под разделочную доску, для того, чтобы она не скользила. Сначала разделка курицы. Отрезаю корочка. Отрезаю крылья. Отрезаю филе. Куриный остов, кончики крыльев я не выбрасываю, а убираю в холодильник, вернее, в морозильник. Из них потом получается великолепнейший красный концентрированный бульон. И если вы вдруг почему-то его еще не видели, гоу смотреть. Оставшиеся куски положу на полотенце, чтобы подсохли. Тогда при обжарке они не будут сильно брызгаться и лучше подрумянятся. Наливаю масло в сковородку и, как следует, разогреваю. Начну обжарку. Сначала выкладываю кусочки шкуркой вниз. Для большей румяности, их уже обсушенные, можно слегка запонировать в муке. Только совсем немного. И всю лишнюю муку обязательно хорошенько стряхнуть. Иначе в сковородке из-за высокой температуры осыпающаяся мука сразу же начнет гореть. А это придаст очень неприятный привкус всему блюду. Давайте смотреть, как на себя чувствует курочка. Отлично. Пора переворачивать. Всего вот так обжаривать со всех сторон. Ее надо минут 15, максимум 20. Огонь, кстати, уже можно слегка убавить, чтобы ничего не горело. Пока курочка обжаривается, займусь гарниром. Хочу приготовить не совсем стандартный. Сначала почищу огурцы. Надо воды вскипятить в кастрюльку. Огурцы сначала надо бланшировать в подсоленной воде. А затем немного поднимать сковородки. Несколько необычно. Правда? Добавляю соль. И сразу же огурцы. Им хватит буквально одной минуты в кипятке. Главное не переварить. Все, вытаскиваю. Теперь надо почистить морковь. Конечно, если вы хотите получить какой-то более нажористый гарнир, то фантазируйте сами. Но мне хотелось бы чего-то легкого. Курица уже обжарилась. Пора убавлять огонь и томить под крышкой. А огурцы и морковь я немного потушу в сливочном масле. Конечно же, сразу же начнутся вопросы. А можно ли заменить на растительное? Друзья мои, ну и случайные посетители. Хотите что-то на что-то менять? Меняйте. Получится ли у вас при этом вкусно? Понятия не имею. Вкусы у всех разные. Откуда я знаю, что вам нравится? Я показываю то, что нравится мне. Сливочное масло придаст гарниру легкую сладковатость. Ну а растительное же только добавит жирноты. Курица теперь томится под крышкой 8-10 минут. Столько же и овощам. 10 минут прошло, и пора вытаскивать куриную грудку из сковороды. Она уже практически готова. А вместо нее отправлю сюда огурцы и морковку. И еще минут 5 под крышкой. Огрудку пока накрою тарелкой, чтобы она не остывала. Сейчас огурцы и морковь наберутся ароматов из этого соуса. И можно будет приступать к завершающей части готовки. Ну и хватит, пожалуй. Вытаскиваю и курицу, и гарнир из сковороды. Красивая, правда? А запах! Лишний жир надо отсюда удалить. А вот мясной сок оставить. Посмотрите, сколько на дне благородного нагара осталось. Это все следы реакции карамелизации и реакции Майяра. Их надо растворить. Воспользуюсь для этого белым сухим вином. И деревянной лопаточкой снимаю все аккуратно со дна. А теперь нагрев посильнее. Добавлю-ка я в этот соус концентрат мясного бульона, про который в начале ролика говорил. Запах! Если вы до сих пор без этого концентрата как-то обходитесь, я просто не представляю, что вы на кухне делаете. Это бомба! Отлично! Просто отлично! Пора добавлять сливки. У меня 20% они сейчас начнут загустевать. Добавлю черного перца и совсем немного соли. Этот концентрат бульона у меня очень соленый. Аромат в кухне стоит сногсшибательный. Так, дайте-ка я попробую, что с соусом. Великолепно! Возвращаю в соус и курицу, и гарнир. На слабом огне под крышкой прогрей буквально 5 минут, чтобы курица аромата соуса набрала, и уже можно есть. Судя по запаху, готово! Вот такая красота у нас получилась. Огурцы напоминают такой очень молоденький, очень такой нежный цукини. Причем из-за того, что я их бланшировал в соленой воде, он имеет такой яркий вкус. Вот это бланширование – это штука обязательная. Соус очень нежный по консистенции, гладкий, и при этом очень яркий на вкус. Вот эта вот яркость достигается в первую очередь использованием вот этого суперского концентрированного бульона. Ну и вино дает, конечно, себя знать. Такая легкая-легкая кислинка. Давайте посмотрим, что у нас с курочкой. Курочка божественная. Мягкая, сочная, яркая. Аромат прижаристой корочки. Нет, французы со своим соте рулят. Смело повторяйте, проявляйте фантазию в части различных добавок, различных ароматизаторов. Это бомба. Вот и все на сегодня. Понравилось? Ну, вы знаете. Новые зрители, не забудьте подписаться, а то потом потеряетесь, расстроитесь. Обязательно загляните в описание видео. Во-первых, там все пропорции по сегодняшнему блюду, а во-вторых, ссылки на соцсети, на ЖЖ, на Инстаграм, на Вконтакте. В ЖЖ я публикую очень часто в тексте этот рецепт, то есть там возможны некоторые нюансы, которые я, быть может, не очень четко проговорил на этом видео. Текстом, может быть, вам удобнее будет их посмотреть. В Инстаграме фотографии тех блюд, которые я еще не снял на видео. Анонс, так сказать. А во Вконтакте проще всего задавать вопросы. Очень многие из вас по какой-то причине задают вопросы через Google+. И в результате я на Ютубе ответить на них не имею возможности. Даже кнопочка такая не появляется. Ответить под вашими вопросами. Поэтому лучше во Вконтакте. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok